Партнер программы события Лицкий хлебозавод Используем натуральные ингредиенты и традиционные рецепты Лицкий хлеб выпечен с любовью В эфире Лицкого телевидения информационная программа события с новостями региона Вас сегодня знакомит Алексей Водейко Здравствуйте! Смотрите выпуски Пришло время делать выбор В Беларуси началось досрочное голосование на выборах депутатов в местные советы Пришла голосовать, потому что в ней безразлична судьба нашей страны Они создают настроение и рассказывают последние новости Сегодня есть повод поздравить работников радио Не пропустите, следите за эфирами, вас ждет много всего интересного Модный базар снова в Лиде В Историко-художественном музее открылась выставка-ярмарка Модели и фасоны в нашей коллекции есть разные И женщины с нестандартной фигурой найдут у нас обязательно для себя подходящую модель А сейчас подробности Сегодня в Беларуси началось досрочное голосование на выборах депутатов в местные советы Участки для голосования по всей стране открылись в 10 часов утра И сразу же на них появились избиратели В первый день досрочного голосования в Лиде активно шла голосовать молодежь Здравствуйте! Здравствуйте! Разрешите выразить свою активную жизненную позицию проголосовать? Для первого секретаря Лидского райкама БРСМ Вольги и Каспорской Это первая выборчая кампания в новой посаде Молодежную организацию она узначалила весной минулого года До этого часу Вольга отдавала перевагу голосованию основный день выборов Все лета же вырошила сделать это до терминого Свою активную жизненную позицию я выражаю с 18 лет активно участвуя в выборах, которые проходят в Республике Беларусь Обычно я это делаю в день выборов, но в этом году решила сделать это досрочно В связи с тем, что непосредственно 18 февраля буду занята на работе Так как буду являться наблюдателем на избирательном участке Почему я решила сделать это досрочно, в первую очередь, своим примером хочу показать членам нашего общественного объединения Что это важно, важно в аспекте развития нашей Республики Беларусь Сегодня в нашей стране делается очень много для того, чтобы каждый из нас мог выразить свою активную жизненную позицию Так склалося, что выборчий участок, на яким голосует Вольга Каспорская, находится у одним будинку с райкамом БРСМ Так что молодежному лидеру не спотребилось шмат часу, как проголосовать Да и свой выбор Вольга сделала давно Загадя ознайомилася с информацией про кандидата в районные областные советы И вызначилася, за кого отдасть свой голос Тому на голосование УАЕ пошло не больше за две хвилины Свои выборы я делала осознанно Изучила программы кандидатов в депутаты Это важно, потому что местные советы депутатов – это именно те люди, которые окажут нам помощь в случае необходимости Поэтому к этому вопросу нужно относиться серьезно Уважаемые избиратели, уважаемые молодые избиратели, те, кто придут впервые Каждому из вас я желаю оставить свой голос в поддержку того кандидата, которого вы считаете наиболее достойным А для этого изучайте интернет, ресурсы, читайте наши местные СМИ, смотрите наше лидское телевидение Ведь в этом году выборная кампания освещается достаточно широко в нашем лидском районе И найти необходимую информацию, я думаю, не составит труда для любого человека, для любого жителя нашего города У первый день до терминового голосования на выборчий участок пришли наученцы Лидского музычного колледжа Сиротых было немало тех, кто першиню прямо уделал в выборах У их лику Алина Пекши и Вадимом Бражук Ребята вельми хвалявались, або такие отказные выборы они еще никогда не делали Впечатления у меня незабываемые, конечно, очень волнительные Пришла голосовать, потому что мне безразлична судьба нашей страны И таким образом я пытаюсь высказать свое отношение и показать свое отношение к власти А почему пришли в первый день голосования? Потому что в воскресенье у меня не получается, я уезжаю домой Я пришел проголосовать досрочно, поскольку я в воскресенье не могу проголосовать, поскольку я задействован в концертной программе, посвященной выборам Алина Пекша и Вадимом Бражук голосовали на 27 участку Молодых выборщиков тут шмат, а ты, кто голосует першиню, все лета 40 человек У нас полторы тысячи примерно избирателей на участке Большая часть молодежи Где-то 40 человек впервые голосующие в этом году Участок относительно молодой, потому что на территории находится несколько общежитий, которые проживают в основном студенты Мы подготовили для них пригласительные билеты, а также для впервые голосующих у нас будут подготовлены подарки У первый день детерминового голосования активность проявила не только молодь На многие участки выборщики разного взрослого пришли сразу, как и они начали працевать У нас уже было несколько избирателей В 10 часов мужчина стоял в дверях и просил, можно ли у вас проголосовать Мы, конечно же, приняли нашего избирателя и надеюсь, что такая же явка будет у нас на досрочные выборы Как, в принципе, и каждый год, потому что наши избиратели очень активные Они живут в нашем районе и приходят и пообщаться с нами для того, чтобы выполнить свой гражданский долг У Лидии Лицким районе детерминовое голосование будет проходить на 73 участках Два у Центральной районной больницы и областной психоневрологичной больницы Островля будут спрацевать только у основных день выборов, 18 лютого Детерминово же проголосовать можно по субботу у Ключна, с 10 до 14 и с 16 до 19 годин Сегодня в календаре Всемирный день радио Он отмечается 13 февраля с 2012 года по решению Генеральной конференции ЮНЕСКО В этот день есть повод поздравить тех, чьи голоса звучат из радиоприемников Кто рассказывает последние новости и создает настроение В Лидии работают два радио – «Лидер Афм» и «Твое радио» Их слушают не только жители Литчины, но и соседних районов О жизни по ту сторону эфира расскажет Ольга Купрашевич Каждое утро уже восьмой год своих радиослушателей приветствуют ведущие радио «Лидер Афм» Они рассказывают о новостях из мира шоу-бизнеса, вспоминают фразы из любимых фильмов, дают советы, как провести день Знакомят с гороскопом, проводят розыгрыши А еще они создают настроение Выходя в эфир, Павел Болейшис и Виктор Данюш знают За десятки километров от Лиды их слушают Поэтому какую энергию они отдадут, такую и получат радиослушатели Как известно, целевой аудиторией «Лидер Афм» являются люди, которые молоды душой и, конечно же, прекрасны Поэтому и музыка у нас соответствующая, молодая, зажигательная, яркая «Твое радио» – младший радио «Лидер Афм» на пять лет Его первый эфир состоялся 9 марта 2016 года В отличие от «Лидера», так его называют радищики «Твое радио» имеет несколько иную направленность Оно рассчитано на тех, кто любит русскоязычные песни Радиослушатели называют его душевным, потому что каждая композиция трогает своими текстами В течение дня ведущие Владимир Деникин и Евгений Гайда приглашают обсудить тему дня Знакомят с обычаями и традициями разных стран мира Спешат поделиться полезными советами и интересными фактами Евгений Гайда – самый молодой радиоведущий в «Лиде» Он работает в эфире всего полгода Однако уже имеет своих поклонников, которые каждый день готовы его слушать и общаться с ним в прямом эфире Когда я пришел на радио, для меня это оказалась совсем новая работа Я столкнулся даже со многими трудностями Но вот за полгода, я надеюсь, немножко набрался опыта И буду дальше продолжать радовать всех радиослушателей на волне с той 6.фм Главная программа любого радио – новости Все о жизни региона, страны и мира на «Лидер.фм» и твое радио Радиослушателям рассказывает Анастасия Корнила Я работаю корреспондентом радио уже больше 7 лет Работа моя, конечно, интересная, но и ответственная Ведь только на «Лидер.фм» выходит 14 выпусков новостей ежедневно, это каждый час Плюс 7 выпусков на твоем радио, это каждые 2 часа Приходится иметь дело с огромным объемом информации Плюс обработать ее, написать текст, записать интервью при необходимости А ведь хочется, чтобы выпуски новостей были не просто информативными, но еще и интересными для наших радиослушателей И радио «Лидер.фм» и «Твое радио» не перестают удивлять своих слушателей То отправляет Деда Мороза и Снегурочку на улицы города поздравить всех с Новым годом То превращает первый понедельник месяца в нерабочий То мисс «Лидер.фм» выбирает У радийщиков стала традицией накануне праздников проводить различные акции и делать подарки слушателям Вот и к своему двухлетию «Твое радио» даст возможность поклонникам поздравить ведущих И получить смартфон от сети салонов связи «Мобильный город» в Лидии 9 марта «Твое радио» отметит свой день рождения, но мы не ждем подарков Мы ждем поздравления от вас Присылайте всеми удобными способами для вас Это может быть и электронный адрес Твое радио.бивайсобакамейл.ру Либо в нашей группе ВКонтакте Это может быть видео поздравление Это может быть фото поздравление Это может быть музыкальное поздравление Сочиняйте стихи, пишите песни В общем, все, что вашей душе угодно К слову, к 7 мая Это день радио, телевидения и связи На «Радиолидер.фм» мы разыграем Тур выходного дня на двоих В какой-нибудь красивый уголок нашей вселенной Не пропустите, следите за эфирами Вас ждет много всего интересного День рождения твоего радио Только в марте Однако подарки оно начнет раздавать уже завтра В рамках дневного выпуска Поздравительной программы «Дыша праздника просит» Ведущие разыграют торт от Лицкого хлебозавода За самое милое поздравление С Днем Святого Валентина 23 февраля мы будем поздравлять Всех защитников Отечества Специально к этому празднику Лицкое телевидение снизило цену На музыкальное поздравление Заказать их можно со скидкой 50% Подробности по телефону 62 00 62 Или на сайте Продолжаем выпуск Выставка-ярмарка «Модный базар» Приглашает леча на гости города за покупками Она открылась сегодня в Историко-художественном музее И будет работать еще 5 дней На ней представлен широкий ассортимент товаров От пряностей и лечебных трав До верхней одежды «Модный базар» Уникальная выставка-ярмарка Она совмещает несколько направлений Одежду и обувь, товары для дома, украшения, специи и сладости В ассортименте здесь представлены сапоги и ботинки из натуральной кожи Шубы, полушубки и жилеты предлагает мехомания На ней можно выбрать и классические модели, и более современные Всего их порядка 500 Мы вам предложим очень много изделий из меха Овчины, мутон, астроган У нас также есть жилеты, норка Размеры идут от 38 до 64 Разные модели, красивые, облегченный вариант Расчет у нас производится как за наличный расчет, так же по карточке Можно изделие приобрести в рассрочку и оформить кредит Модели и фасоны в нашей коллекции есть разные И женщины с нестандартной фигурой найдут у нас обязательно для себя подходящую модель На модном базаре можно приобрести женские брюки, платья и блузы И без проблем подобрать к ним бижутерию Серьги, кольца, браслеты, цепочки и кулоны Обновив гардероб, покупатели могут заглянуть в отдел нужной вещи и товары Где продавцы предлагают текстильные изделия для дома Постельные принадлежности, пледы, подушки, одеяла, дизайнерские и ряд других товаров, необходимых в быту На модном базаре невозможно пройти мимо павильонов с восточными специями и сладостями Профессиональные продавцы-консультанты дадут совет, что вам больше придется по вкусу На выставке-ярмарке также богатый выбор чая, лечебных трав и меда Мед горный, алтайский, пожалуйста, в ассортименте И мед беловежской пущи Приглашаем всех за медами Мед для сердечка Самый полезный мед – это мед с пергой, с прополисом, с пыльцой Чтобы все жители хорошо себя чувствовали Были бодрыми, здоровыми, веселыми в материную неделю Приглашаем за медиком Работает на модном базаре и отдел оптика Здесь можно купить очки, а также есть павильон с индийской косметикой по ценам поставщика Сегодня приобрела чай Мне чай этот очень нравится Я брала раньше его Поэтому сегодня пришла, приобрела, купила чай И не только чай Очень понравились специи Мы специи уже в курсе, мы пробовали раньше тоже Поэтому пришли, взяли то, что мы любим Специи и сладости взяли немножко, тоже побаловать семью Каждая женщина купит 10 наименований, как минимум Потому что очень много таких нужных вещей для дома У нас никогда такой высокой еще не было Всегда разные проводили, а вот таких мелочей нет А мелочи всегда нужны в хозяйстве Только зашла на выставку, но тут всего много На кухню этого Прям брату Модный базар в Литском историко-художественном музее Будет работать по 18 февраля Посетить его и сделать покупки можно с 10 до 19 часов Спешите, ведь кроме качества Выставка-ярмарка удивит вас и ценами Предстоящей ночью по Беларуси синоптики прогнозируют до 15 градусов мороза По Гродненской области столбик термометра опустится лишь до минус 8 Днем в среду ожидается от 1 до 6 градусов мороза В четверток ажи температура, а вот в пятницу днем возможен небольшой плюс А сейчас немного о спорте 8 медалей привез Литский районный клуб «Белые львы» с третьего этапа Кубка мира по спортивному зимнему плаванию Совмещенного с открытым чемпионатом Беларуси по спортивному зимнему плаванию «Минск Оупен» Соревнования проходили в Минске и собрали около 500 спортсменов из 18 стран В холодную воду погружались и пятеро литских белых львов Полтысячи участников, 450 метров голубой дорожки и температура воды минус 1 В ледяной бассейн в Свислочи в этом году окунались белорусы, русские, украинцы, поляки, китайцы, эстонцы, аргентинцы, монголы, чилийцы и представители еще 9 стран На третий этап Кубка мира по спортивному зимнему плаванию были делегированы и пятеро участников Литского клуба «Белые львы» Александр Шершень, Андрей Цырулев, Матвей Орехва, Николай Малащук и Самир Ахмедов Серьезная борьба между командами, достойно показали себя российские спортсмены Так как на первом этапе их было небольшое количество, сюда, можно сказать, много кто приехал И борьба в эстафете очень серьезная История Литского клуба любителей зимнего плавания «Белые львы» началась осенью 2017 года Его основатель Александр Шершень собрал более 10 единомышленников И уже вместе они стали участвовать в различных соревнованиях Первым был международный турнир по плаванию в открытой воде «Белгард-марафон» в Минске За дебютный зимний сезон «Белые львы» завоевали 28 медалей на республиканских соревнованиях и 16 на этапах Кубка мира Сегодня в Литском клубе любителей зимнего плавания 15 спортсменов в возрасте от 13 до 50 лет Пока результаты тренируются имеются, кто-то работает, тренируется, кто-то учится, тренируется Для 13-летнего Николая Малащука это хотя и не первый зимний сезон, но несомненно не последний Идея окунуться в ледяную воду ему пришла еще несколько лет назад А вот решиться на такой важный шаг смог только это зимой Николай не предполагал, что уже так быстро не только завоюет две бронзовые медали на третьем этапе Кубка мира Но и сдаст норматив мастера спорта по спортивному зимнему плаванию Зайти в воду холодно, это надо быть подготовлено морально, так же и психически Для меня зайти в воду было, мне не холодно было Это смотря какому человеку, как он будет настроен Сдал норматив мастера спорта во время третьего этапа Кубка мира по зимнему плаванию Исамир Ахмедов Кроме того, он стал бронзовым призером соревнований Всего жилицкие пловцы завоевали на этих стартах 8 медалей Руководитель клуба «Белые львы» Александр Шершинь стал первым в эстафете 4 по 25 метров брасом Вторым на дистанциях 25 и 50 метров брасом И третьим в эстафете 4 по 25 метров вольным стилем Матвей Орех водопыл до серебра на дистанциях 50 метров вольным стилем Зимнее плавание это отдельный вид, в котором есть свои нормативы, разряды Которые проводятся вот этапы Кубка мира Раз в два года проводится чемпионат мира Беларусь подала заявку на проведение в 2020 году чемпионата мира по зимнему плаванию Соревнования по зимнему плаванию имеют сезонный характер С наступлением весны сезон прекращается, однако пока на календаре середина февраля И у любителей ледяной воды есть два месяца, чтобы побороться за медали Ближайший старт у лицких белых львов 24 и 25 февраля в Минске Где пройдет Кубок Беларуси по зимнему плаванию Надеются ли чане показать свои силы и в Эстонии на чемпионате мира по зимнему плаванию Который пройдет с 5 по 10 марта И на сегодня все, оставайтесь с Лицким телевидением и вы будете в курсе всех событий в регионе Хорошего вечера Партнер программы события – Лицкий хлебозавод Испокон веков хлеб считался проявлением мудрости народной, красоты и здоровья Сегодня Лицкий хлебозавод радует вас свежим и румяным хлебом, ароматной выпечкой, необычайно вкусными тортами Мы заботимся о качестве своей продукции, поэтому используем натуральные ингредиенты и традиционные рецепты Лицкий хлеб выпечен с любовью